Всем привет, и сегодня я хочу пригласить вас покопаться вместе со мной в закромах моей душонки. Как вам такое предложение? Хочу поделиться с вами самыми интимными подробностями моей жизни. Должно было быть заманчиво. Получилось, да? Я же знаю, что получилось хотя бы названием, и давайте начнем именно с этого. Вы задавали мне вопросы в моем инстаграме. Вот он. И вопросы не простые, а каверзные. Это важно сейчас было. И вот один из них. Пробовала ли ты курить? Это было в далеком прошлом, тогда я была еще маленькой и глупой, как сейчас. И свою первую сигарету я попробовала примерно никогда. Да, никогда в своей жизни я не пробовала курить, и даже если мне захочется это сделать, я не буду. По той простой причине, что мне боязно. Да, потому что вдруг эта грязная дельца придется мне по душе и нраву. Это же сколько денег нужно сливать. Вы вообще видели, сколько они стоят? Это как будто с примесью золотых какашек. Золотой угарный газ и туалетный очиститель. Кудяшка. И, кстати, существуют такие люди, которым действительно идет курить. Просто берет и идет курить. Но я, к счастью, к таким не отношусь, и мне кажется, что меня вообще крайне сложно представить сигаретой в зубах. Вы зачем сейчас это делаете? Зачем? Я вообще-то вас не просила представлять. А теперь развитьте. Вот как хотите, так развитьте. Что же насчет обложки? Это не мое. Это сигарета моего дяди, который живет вместе с нами. И она любезно согласилась помочь мне в создании интриги. Да, хочу просмотров. Хочу. И не говорите, что не сделали бы так же. Я просто держала сигарету дяди. Ладно, я уже побаиваю шутить, потому что... Ну мало ли что. Я правда не курю, не пробовала и не собираюсь, потому что мне очень жалко денег. Ну и умирать как-то. Ну, не то настроение. Тут еще было очень много каверзных вопросов. Например, во сколько ты ложишься спать? Сыпнули мне соль на сахар. Ложусь я очень поздно. Чересчур поздно. Приблизительно в час дня на второй или третьей паре. Все-таки возобновились мои проблемы со сном. И можно сказать, что я даже и не сплю ночью. Вот вроде бы отключаюсь, но глаза сами открываются каждые 30-40 минут. И причем такое ощущение, будто я и не собиралась спать. Зачем? Как будто все это время я бодрствовала. Нет вот этого того, что называют спросонья. Его нет. Эти проблемы у меня начались еще несколько лет назад, когда я основательно увлеклась похудением. И теперь получается так, что я сплю перебежками, как и где повезет. И самое обидное то, что я понятия не имею, по какой причине это вновь решило меня навестить. Еще тут просят рассказать о самой постыдной ситуации, которая мучила меня долгое время. Интересно вам? Ну, слушайте, тогда. Тогда мне было 6 лет, и действие происходило... Выгадайте, где? В деревне. Почему-то все самые неловкие ситуации происходят в деревне. То я обоссусь на рыбалке перед мальчиком, то в грядку улечу, то съем обваленную собственными руками рыбу в пыли, на ковре, в грязи, а потом буду рыгать 3 дня. Правда, это было на даче, но почти деревня. Сосонимся. Че? В каком, извините? Доме-то сосоним? Дело было так. В соседнем доме жил маленький мальчик лет 2-3, и утром одного чудесного дня, которого я никогда в своей жизни не забуду, он со своим дедулей на машине с такой тележкой сзади куда-то уехал. Вернулись они ближе к вечеру. Я как раз в то время копалась на детской площадке, но заприметив их, решила оставить это чудное дело. Очень зря, как оказалось потом. Подхожу такая к ним, а этот мальчишечка показывает на свой трехколесный велосипед, который находится в тележке, и говорит, семьи, ну снять просят, понятно? Ну грех же было не возомнить себя Гераклом в 6 лет. Я быстренько вмешалась и начала тащить этот велосипед на себя. Ну как думаете, что же было дальше? Неа, не угадали. Вытащила я его очень даже быстро, но потом, опустив глаза, я поняла, что всю тележку заливает облепиховым соком из банки, которую я задела велосипедом. Из двухлитровой банки с небрежно накинутой крышкой. Я замечаю на себе взгляд его дедушки и слышу вопрос, зачем ты это сделала? В этот момент я даю дёру, бегу на проезжую часть, прятаться под забором с крапивой. И меня вообще не колышило, что я стремительно покрываюсь полдырями. Ну как-то не трогал меня даже. Мне думалось, что куст крапивы самое безопасное место. Потом я очень долго плакала и несколько дней боялась выходить на улицу. Пожалуйста, не возите в своих машинных тележках облепиховый сок, особенно если он не закрыт, а просто прикрыт крышкой. Тем более, если у вас есть трёхгодовалый внук с трёхколесным велосипедом. Не нужно так делать. А то найдутся всякие Насте, и я до сих пор ненавижу облепиховый сок. А ягоду люблю. У тебя когда-нибудь была привычка ковыряться в носу? А кто-то не ковыряется в носу? Следующий вопрос. Что-нибудь воровало? Ай, ну только если сердца, не могу, были времена, нет, даже сердецом воровало. А теперь просят описать самый трогательный момент в жизни. Самым трогательным моментом в моей жизни была встреча с вами летом прошлого года. Так много людей меня ещё никогда не трогала. И я тоже так много никогда не трогала. Мы все так долго и много трогались. А если серьёзно, то это было незабываемо. И даже когда я вспоминаю этот день, внутри как будто тебе загорается маленький огонёчек, который потом перерастает в пожар. И сразу потом такой бешеный подъём энергии и сил. И в такие моменты начинаешь понимать, что делаешь всё не зря. Совсем не зря. А ещё скажу вам по секрету, что частенько задумываюсь о том, чтобы потрогать всех вас снова. Ещё раз. Ну так, где-нибудь в Москве. Ну а если вы тоже не прочь потрогаться, то можете мне намекнуть. Я жду. Вот сейчас попрошу всех собраться и подготовиться, потому что на очереди у нас самый кайрный вопрос. Будь ты не человеком, а прыщом, то каким именно? Прыщи — это своего рода мстители. Причём каждый мстит за что-то своё. Так вот, если бы мне посчастливилось оказаться прыщом, то была бы огромная честь для меня. Во-первых. А во-вторых, я бы однозначно была фурункулом. Таким огромным фурункулищем, которого руки тянутся выдавить, а он не вылазит, а потом ещё превращается в шрам. Ну, просто я люблю надолго оставаться в памяти людей. Такой нарывающий, огромный красный бугор. Вообще кайф. Хочу быть фурункулом. Буду фурункулом. Следующий вопрос. Хотела бы себе что-нибудь увеличить или нарастить? На данный момент горю желанием увеличить свой словарный запас, потому что если сравнить мою речь с той, что была раньше, это даже не земля и небо. Это примерно всё и ничего. Катастрофа. Я совершенно перестала читать какие-либо книги, кроме учебных. Даже их навсегда. И с этим нужно срочно что-то делать. А если серьёзно, по-мужски, да ещё и обобщить тему хирургического вмешательства, то я бы очень хотела выровнять свой лоб. Лобик. Лобчик. Я просто хочу, чтобы он был ровным, если это возможно, не только при помощи асфальта укладчика. Хочу прямой лоб. Здравствуйте. Предпоследний вопрос. Если бы перед тобой стоял выбор, спасти Олю или спасти Веронику, кого бы ты спасла? Я бы умерла вместе с ними. Потому что если бы я всё-таки кого-нибудь выбрала, и вообще вот это слово выбрала, в такой ситуации неуместно, это было бы адовым предательством, с грузом от которого жить было бы невозможно. Поэтому, да, никого бы я не спасла, и чтобы им не было слишком грустно, умерла бы вместе с ними. И последний, очень взрослый вопрос. Смотрела когда-нибудь порно? Вы знаете, раньше, лет эдак в пять, я была заядлым зрителем. Моё знакомство с этим поистине великолепным жанром состоялось в 4 часа утра на телеканале РЕН-ТВ. В детстве я до жути боялась спать в кромешной тьме и всегда оставляла телевизор включённым. Ну и однажды случилось так, что я остановила выбор именно на этом канале. Кто же знал, кто же знал. Проснулась я совершенно случайно. Или это звёзды так сошлись, карта так легла. Но очень хочется верить в то, что это было чистой случайностью. Нет, потому что раньше я, ну, как-то, не приходилась. Не случалось таких случайностей. Открываю, значит, глаза. И замираю. А я даже не знаю, как описать это чувство. Такое яркое, ярчайшее. Сначала я, разумеется, ничего не поняла и начала внимательно разглядывать обстановку и вникать в ситуацию. Это как раз то, что нужно. И вот единственное, единственное, что привлекло моё внимание, это их лица. Я никак не могла понять. Что с их лицами? Я до сих пор не могу. Что я с ними? И осознание того, что я была фанатом порнофильмов, пришло ко мне спустя несколько лет. Но я ничуть не смутилась, потому что мне так нравились их лица, меня прямо-таки завораживало. И сейчас ни капельки не стесняюсь. Любила порнофильмы. Что такого? Не пойму. Это всё настолько тонко, нужно прочувствовать. Знаете? Не каждому дано любить такой жанр. Не каждому. Это были все вопросы. Теперь мы стали с вами раз в 25 ближе. И теперь я даже не знаю, есть ли что-нибудь такое, чего вы обо мне не знаете. Ну, только если цвет трусов. Они белые. Ну, а я благодарю вас за просмотр. Всех очень сильно люблю. Целую. Всем пока-пока. А какой, интересно, ваш любимый жанр кинофильмов? А?